Вот это порабощение половины Европы сталинским режимом тоже благодаря западным союзникам произошло. Правда ли? Я без слова, нет. Которые в Ялте, в Тегеране, в Ялте, в Поздаме не стали связываться со Сталином и отстаивать будущие интересы демократического устройства вот этих вот освобожденных стран. Польша прежде всего. Тут на самом деле надо видеть некоторые нюансы, потому что это не вообще западный союзник, это в первую очередь американцы. Черчилль как раз пытался отстоять независимость Польши, потому что англичане чувствовали свою ответственность, потому что они вступили в войну из-за Польши. И, кстати, польские летчики сыграли ключевую роль в битве за Британию. Самый успешный эскадрон был польский эскадрон, который защищал небо Британии, который во многом предопределил неудачу гитлеровского плана нападения, нападения уже высадки в Англию. А Рузвельт вообще видел мир по-другому. Вот надо сказать, что тогда уже в Тегеране, ну и в Ялте просто зафиксировано это было. К Ялте уже все на самом деле было готово. Уже было понятно, что никто ничего делать не будет после того, как Сталину сошло с рук польское восстание 44-го года, когда советские войска просто остановились в предместях Варшавы и ждали, пока немцы ликвидируют армию Краеву. И Сталин зафиксировал, что Польша будет под его контролем. И уже к этому моменту начались уже чистки среди польских партизан, которые воевали на стороне законного польского правительства. Это еще до того, как осталась известная история Катыни, между прочим. Запад, мы говорим, Черчилль и Рузвельт, ну они это признали. Но Рузвельт вообще исходил из того, что мир должен управляться большими странами. Надо сказать, что при всей, как говорится, важности его исторической роли и вкладе в борьбе с фашизмом, он абсолютно был не готов увидеть такую же угрозу со стороны Сталина. И его идея создания Организации Объединенных Наций, вот она перевесила все остальное. Надо сказать, что вот приход Трумина, он спас на самом деле половину-половину человечества от порабощения коммунизмом, потому что Трумин достаточно быстро понял, что к чему и начал выстраивать уже систему борьбы с коммунистической экспансией. То есть, к сожалению, Запад оказался не готов вести переговоры с Советским Союзом, с полицей силой буквально с самого начала, когда Сталин буквально умолял Рузвельта поставить самолеты, танки, потому что ничего не было. Битва под Сталинградом выиграна на вообще американском английском оружии. И были просто моменты, когда Рузвельт снимал уже поставки, которые должны были идти на японский фронт и отправлял, или там на африканский фронт, там тоже была очень серьезная война была, вот. Не надо не оценивать Робеля, который рвался к Суэцкому каналу. Так вот, и отправляли, и это отправляло все в Советский Союз. В тот момент можно было действительно выжать из Сталина многие уступки, но, к сожалению, к сожалению, опять, вот большая картина, которая сложилась в головах у американцев, она не позволила им понять, что разгром Гитлера при одновременном усилении Сталина может поставить мир на грань новой войны. Хорошо, а если проводить какие-то, я понимаю, что исторические параллели и аналогии, они у нас частенько хромают, но все же, вот сейчас Соединенные Штаты, даже вот в связи с теми цифрами, которые были на днях опубликованы, об объемах помощи, о них говорили, в частности, на встрече группы «Рамштайн», 55 миллиардов долларов безвозмездной военной помощи Украине, из них 35 миллиардов американских. Тем не менее, американцы лидеры этой коалиции, безусловно, хотя, может быть, англичане и поляки со мной не согласятся и скажут, что мы тоже лидеры. Тем не менее, раздаются периодические голоса о том, что надо садиться за стол переговоров, что война эта не может идти долго. Эти голоса, кстати, и в Америке звучат. Не будут же повторены вот те ошибки, которые были много-много лет назад? Ну, можем надеяться, что они будут повторены, но на самом деле, когда мы говорим про объемы помощи, надо понимать, что объем помощи, который предоставляет маленькая Эстония, он пропорционально гораздо больше американских. На самом деле, если смотреть на возможности разных стран, Америки, с одной стороны, Англии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, то Америка далеко не лидер в этом соревновании, ровно потому, что у Америки есть много всего, а эти страны делятся буквально последним. Причем понятно, что решение эстонского или латвийского руководства отдать то, что вообще является основой их защиты, потому что они-то вообще на переднем крае находятся. Они-то тоже понимают, что украинская война может стать прологом к большему наступлению Путина на Европу. Но они также понимают, что пока Украина воюет, Путину будет не до них, и они делятся. Делятся, может быть, даже неправильное слово, потому что они отдают почти все, что у них есть. Объем американской помощи, будем откровенны, конечно, недостаточно. И вот здесь, на самом деле, вступает в действие тот фактор, про который мы говорили буквально несколько минут назад. Это все равно ощущение, что мир должен управляться большими странами. В американской администрации до сих пор существует мнение, ну, скажем так, концепция о том, что окончание войны должно быть контролируемо. То есть результаты этой войны не могут привести к неконтролируемому распаду России. Потому что тогда усилится Китай, непонятно, что будет с ядерным оружием, исламские радикалы. То есть вот эта картина, она в сознании ряда ведущих американских сегодня политиков, которые принимают решения внутри администрации, она мешает принятию самого простого решения. Украина должна получить столько оружия, чтобы война кончилась как можно скорее. В первую очередь, эту концепцию растворяет, конечно, директор ЦРУ Билл Бернс. Это бывший посол России, человек, занимавший много важных постов, включая там заместителя министра странных дел в США. Он типичный представитель вот этого менталитета, вот того Рузвельтовского, что все равно договариваться, все равно оно понятно, что есть большие страны, ну, невозможно. Да, есть ООН, конечно, это все мы понимаем, но ключевые вопросы должны решаться серьезными людьми. Увы, вот так, на самом деле, оно и есть. И эта позиция, она имеет большое количество сторонников внутри американской администрации, внутри ключевых институтов американского правительства. Но есть и другая позиция, как бы требующая максимальной помощи Украине. Ее, скажем, отстаивает сегодня госсекретарь Блинкен, министр обороны США Остин. Но интересно, что вот это противостояние в Америке, вот двух концепций, оно, увы, не завершилось. И именно поэтому американская помощь, при всем ее многообразии и при количестве, она все равно недостаточна для решительной победы Украины. До сих пор Украина не получила ракеты, которые могли бы достать Крымский мост, атакуются и самолетами. И все это опять связано ровно с тем, что американцы не готовы к безоговорочной, сокрушительной военной победе Украины. Они как раз понимают прекрасно, что такая победа приведет к неконтролируемым последствиям в России, к социальному взрыву, который сметет Путина. А что будет дальше, они не знают. И вот то, что они не знают, их сильно пугает, потому что они видят Китай, я же говорю, и они видят там, ну, исламские радикалы, может, менее их как бы сейчас тревожат. Но потенциальный рост китайского влияния, а кто знает, может быть, и вообще такая ползучая аннексия огромных территорий на востоке России, вот это на самом деле американских стратегов сегодня заставляет дозировать помощь Украине, чтобы, конечно, Украина не проиграла, даже победила, но чтобы вот это все было вот в регулируемых рамках. Субтитры создавал DimaTorzok